Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы, если они есть в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетс с торговыми идеями, в котором каждый день мы размещаем аналитические контент, основанный на рекомендациях с учетом технического анализа и с учетом фундаментального фона. Дополнительная информация для вас в целях принятия каких-то конкретных торговых решений. Ну что, мы долго ждали текущую торговую сессию, причем если говорить о заседании американского регулятора, эти ожидания транслируются уже несколько месяцев. Мы ориентировались на ноябрь, на то, что именно в этот день сегодня американский регулятор снова повысит ключевую процентную ставку. Причем решение будет таким же агрессивным, скажем так, как минимум, как решение прошлых заседаний и сегодня потенциально мы можем увидеть четвертое подряд повышение ключевой процентной ставки на 75 базисных пунктов. Индекс доллара на данный момент времени котируется на отметке 111.24. Если оценить ситуацию и перспективы доллара с учетом поддержки с национального рынка госдолга, я делаю вывод об этом по состоянию казначейских облигаций, то пока что условия идеальны для того, чтобы доллар оттолкнулся от текущих значений и продолжить дальнейшее восстановление, поскольку 10-летние трежерисы, так же как и бумаги с более долгим покрытием, погашением 30-летней банды, котируются выше 4%. Это хорошие условия, которые создают интерес к самым надежным финансовым активам мира со стороны институциональных инвесторов и, как я уже много раз говорил, элементарные обычные конверсионные сделки, покупки этих облигаций, конечно же, будут осуществляться через доллар, что будет фактором поддержки для этого инструмента. Сегодня по хронологии событий в 19.00 по GMT мы ждем решения американского регулятора по ставке. Спустя полчаса после этого состоится традиционная пресс-конференция руководства ФРС, в данном случае пресс-конференция Джерома Паула, которому будут традиционно задавать очень неудобные вопросы. И поэтому, собственно, что вопрос может быть совершенно любой, обычная пресс-конференция провоцирует еще больше волатильность, чем фактически само решение по ключевой процентной ставке и сопроводительные заявления. Я думаю, вы понимаете, к чему я клоню. То есть, если мы ожидаем сегодня просто взрыв на финансовых рынках, крайне высокую волатильность по всем финансовым инструментам, вы должны обязательно контролировать риски и следить за загрузкой депозитов. Кому я говорю, я думаю, вы все люди опытные, полноценные, профессиональные трейдеры, которые знают, что такое правило риска менеджмента. По поводу сценариев того, что мы сегодня можем увидеть. Основной сценарий, я на него возлагаю самые большие надежды, опираясь, опять же, на прогнозы Bank of America, Morgan Stanley, да и на собственную субъективную оценку, и я ее вам транслировал уже много месяцев, что сегодня мы увидим повышение ставки на 75 базисных пунктов. Какой может быть реакция? Ну, учитывая то, что повышение ставки на 75 базисных пунктов уже, как говорится, не один месяц, и, в принципе, если оценивать вероятность такого исхода на основании инструментов AdWatch от Чикагской биржи, то, скорее всего, наверное, волатильность будет не такой прям значительной, как могла бы быть. И рынок довольно спокойно отнесется к этому решению, доллар получит такую локальную поддержку и начнет постепенное предсказуемое восстановление без каких-либо рывков. Второй сценарий, друзья, я как трейдер, который серьезно полагает, что раз ФРС хочет вести активную борьбу с высокой инфляцией, и он должен действовать иначе. Ну, то есть, есть такая поговорка, что глупо рассчитывать на какой-то другой результат, если ты продолжаешь делать то же самое. Для ФРС это весьма уместно сейчас, потому что если прежние темпы повышения процентной ставки не работают, то, может быть, стоит немного ускориться сейчас, потому что независимо от того, как ставка будет расти дальше, конечно же, это в любом случае создастся негативные условия для формирования таких же негативных последствий для экономики США. Я допускаю, в 2023 году окажутся в рецессии. Но тоже я уже много раз говорил со ссылкой на Федрезерв, что эти риски допустимы в борьбе с инфляцией, потому что важнее всего победить сейчас высокие значения базовой инфляции. Она остается в районе 6,6%, в то время как цель Федрезерва это 2%. И ФРС может сейчас закрыть глаза на вот эти негативные последствия и попробовать задействовать все орудия. В данном случае самый агрессивный шаг, который может быть предпринят сейчас, и, возможно, его стоит предпринять, это повышение ставки сразу на 100 базисных пунктов. Потом да, в декабре, в феврале, в марте темпы ужесточения политики можно будет заметить. Если сегодня реализуется этот сценарий, то тогда мы увидим крайне значительный всплеск интереса к доллару. Индекс американской валюты перевалит за 113 пунктов и обвалит вообще все, что ассоциируется с риском, начиная от отдельных рисковых инструментов и заканчивая фондовых рынков. И сценарий номер 3, который наименее вероятен, что ФРС уже настолько испугался последствий даже прежних решений по росту процентной ставки, что сегодня включат заднюю прямо официально и повысит ставку всего лишь на 50 базисных пунктов. Я считаю, что этот сценарий самый маловероятный, то есть его вероятность меньше 5%. Если он реализуется, то, конечно же, реакция доллара будет совершенно обратной, и мы можем потенциально увидеть серьезный обвал американской валюты и значительный рост рисковых активов. Но даже не хочется об этом говорить, потому что, как я уже обозначил, шансы на реализацию этого сценария крайне незначительные. У американского регулятора сейчас есть очень хороший фундаментальный бэкграунд, он еще тянется с прошлой недели. ВВП, личные доходы, личные расходы, мичиганские индексы. Вчерашний отчет АИСМ по активности в производственном секторе. Да, значение меньше, чем два месяца назад, 52 с 59 снижения. Но все-таки этот показатель держался в зоне восстановления, то есть выше 50. И прогноз, кстати, предполагал, что снижение будет до 50 ровно пунктов. Фактическая цифра лучше. Поэтому, друзья, резюмирую. Я рассчитываю на то, что ставку как минимум повысить на 75 базисных пунктов, и доллар после небольшого всплеска волатинности перейдет к траектории роста. И сценарий номер два. Я в него верю. Точнее, оптимист во мне верит. В него то, что он весьма возможен. Это повышение ставки сразу на 100 базисных пунктов. И тогда ралли до конца текущей торговой недели, а может быть даже и дольше, может вывести индекс доллара к новым многолетним максимумам. По поводу других финансовых активов. Я предлагаю, опять же, сейчас дополнительные инструменты. Другие инструменты не добавляют в наш портфель. Мы дальше будем работать с рынком нефти. Кстати говоря, уже почти 96 долларов за баррель. И при такой динамике верится в то, что бренд сможет добраться до 100 долларов за баррель. Индекс активности в обрабатывающей промышленности Китая. 49,2 со 48. То есть, оздоровление сектора очевидно. Восстановление экономической активности также сейчас наблюдается. Я думаю, что при сохранении такой динамики Китай все-таки обеспечит высокий объем потребления в последующие месяцы. И, пожалуй, наверное, самый главный триггер для роста цен на нефть – это возможная военная кампания, операция Ирана против Саудовской Аравии, что чревато, разумеется, еще больше перебоем поставок. Золото предлагают, даже несмотря на то, что мы хотели поддержать сделку только лишь до среды, оставить длинную позицию. Подает признаки все-таки разворота, и не хочется проморгать вот этот хороший уровень входа, поэтому предлагаю рискнуть и поддержать золото до конца этой недели как минимум. Доллар иена по-прежнему шорт, текущей котировки 147.54, цель до конца недели 145 иен. И европейская валюта против доллара. Все, что нужно было сейчас на данный момент учитывать в плане макроэкономической статистики, я рассказал на вчерашнем брифинге, но сегодня, конечно же, все будет зависеть от доллара, которому я уже уделил достаточно много времени и внимания. Ждем снижения европейской валюты, теста 0.98 и последующий уход к благосрочной цели в районе 0.97-0.95. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!